Привет, с вами Happy Wolf. К сожалению, вчера я не смог записать видео по хоррору за 50 рублей, который мне скинули в стиме. Он крашится на втором уровне и вылетает, но есть новости получше. Я нашел такие игру уже за 80 рублей, тоже в жанре инди-хоррор, на юнити, все как полагается. Это очень важно на самом деле. Потому что если разработчик, не дай бог, удумает игру делать на платном движке, он же наверняка будет стараться, а это... Этого нельзя допустить. Если вы вдруг не знали, то инди-хорроры должны вызывать сердечные приступы, в первую очередь своей графикой, уже потом всякими монстрами и скримерами. Такс-такс-такс, по радио в машине играют русские песенки, а что это значит? Это значит, что отечественный игрострой прям с колен встает. Вот я играю и понимаю, какая же прекрасная вещь. Мое уважение за такую приборную панель детализированную, я вот смотрю и просто плачу. Какая же fucking nice ебать ее через коромыслу, прекрасная приборная панель. А это анимация прыжков, мать моя родная, вот это анимация прыжков, как же замечательно. Почему здесь везде черный дым? Ясно. Я так понимаю, он в прошлый раз умер от обиды, или я не могу другого объяснения найти. Зато тут есть котенок, все, уже 9 из 10 заочно, нужно будет потом балл за что-нибудь накинуть. Хотя я только что понял, что этот котенок был заперт в гараже без еды и воды, хотя у хозяина есть дом, так что все, минус 9 баллов, вообще, бля, не по-христиански нахуй. Не, ну все, это залет, это гиена огненная, это минус первенец, это 10 казней египетских, все. Хотя оно так уже в аду находится, вы посмотрите вокруг. Хобана, я лестницу спизданул. На самом деле ее не получится продать, ее нужно вот сюда вот пристроить. Очень увлекательная игра, на самом деле, это симулятор тех, кому за 40, видите, какие тут приключения. Веточку достал из ветряной мельницы, что дальше, воды пойдет из колодца набирать? Бля. Что это? Ну ладно, спасибо за молоток, пригодится. Петрович, ты может домой пойдешь, не? Вот так, давай, там уже жена тебя ждет. Не, ну я же говорил, ты симулятор тут, воду из колодца набрал. Дров нарубил, алкашей из собственного двора прогнал. Ну, блядь, просто суровые деревенские будни. А все почему? Потому что игра-то наша. Смекалочка, хули, пиндосы до такого не додумаются. Хотя может выяснится, что игру делал какой-нибудь мексиканец, и просто по незнанию сунул русскую песню в начале, в радио. И сам того не ведая, автоматически попал в рай, потому что русская эстрада это... Это врата в адемский сад. Храни всевышний того, кто создал данную игру. Я вот вчера вообще лоханулся и купил Overwatch за 2000 от компании Blizzard, которая не умеет делать игры, я не знаю, зачем я отдал два косаря, когда мог купить вот этот шедевр от компании, я не знаю, к сожалению, кто это создал. Я ненавижу свет. Да, нахуй свет! В общем, не повторяйте моих ошибок, покупайте вот эту игру в стиме, как она называется, вам самим придется отгадать. Потому что я сам не помню, название всех инди-хорроров забываю через 5 минут, и потом видео как-нибудь по-дурацки называю. Вот конкретно для этого ролика я еще не придумал название, нужно что-то такое... За что-то вот в игре зацепиться такое, а ничего нет, тут ничего не происходит просто. Задание пишется и сказано, выключите свет по всему дому. Зачем главный герой это делает? Потому что так сказано на плакате, который появился у него в гараже. Ну, вернее, там было написано, я ненавижу свет, но, по-моему, логичнее было бы не выключать свет после того, как какая-то хуйня появилась у тебя в гараже сама собой. Хотя, если отбросить мистику и отсрал ее, то становится понятно, что этот плакат повесил тот хитрый алкаш. И теперь ему ничто не мешает спокойно обнести хату, пока главный герой ходит и свет выключает. Серьезно, я, например, вообще ничего не вижу. Не, ну он точно тут... Слышь, иди работать, хватит воровать, ублюдок. Так, включите свет в комнате, чтобы напугать ведьму. А, так это еще и ведьма, блять, жену сюда притащи, уебки, я вас найду. Я слышу, что они где-то шастают, но вот где? Кажется, я допизделся, меня вон в лес несут, смотрите. Тащат, вернее. Знаете, есть вероятность, что это все-таки чужой дом. Главный герой сделал незаконную пристройку и живет вместе с котятами в гараже. Не, ну тогда эту ведьму можно понять, почему она так на него накинулась и оттащила в лес. Видимо, этот чувак всех окончательно уже доебал. Сам себе расписал какие-то задания, хочу свет выключить в чужом доме, ходит, вон выключает. И кто вообще сказал, что это ведьма? Это обычная бабушка, которая хочет покоя. А этот мудил не случайно в гараже ошивается, у него и топор есть. Конечно, по сюжету этим топором нужно ветку разрубить, которая застряла в ветряке, но мы-то с вами знаем, что это Раскольников. Который хочет убить старуху-проценщицу. Это вам не говнохоррор, это игра по великому произведению. Нет, мне все-таки интересно, куда у этого гремли наделись текстуры и почему он называется ведьмой. Нет, серьезно, кто-нибудь видит здесь волшебство или магию? Я наблюдаю лишь какое-то чудо, или почему я до сих пор это не выключил, я не понимаю. Я, конечно, попробую последний раз, нужно свет включить в комнате, где эта херня находится. Но если у меня не получится, то знайте, я очень хотел пройти эту игру до конца. На самом деле нет. Ну что, момент истины. Когда только она появится в темной комнате, сразу же нужно врубать свет, потому что фонарик типа не считается. Эм, ведьма боится яркого света, но еще она тогда нападает, если фонарик работает. Свет. Свет. Окей, я вас понял, на самом деле все мои теории были неверны, это не ведьма, это просто завистливый гремлин, у которого нет текстуры тела, у главного героя она есть. Вот он из-за такой несправедливости всех и убивает. Ой, смотрите, он остановился, устал, наверное, тащить. Сейчас выйти будет, где мои текстуры, кто их украл, так видео и назовем, кстати. Кто украл мои текстуры. Ну, в общем-то, что, давайте подведем итог всего увиденного за сегодня. В принципе, видал я хорроры и похуже. Например, открытие 2016 года. Там была игра про монстров, которых привязывали к стенам, лишь бы они не сбежали с уровня. Можете найти то видео, посмотрите, оно достаточно забавное. Ну, а что касается вот этого шедевра, название которого я, к сожалению, не помню. Преступление и наказание его назовем. Это, безусловно, 10 из 10, потому что любой инди-хоррор заслуживает такой оценки. Это венец игровой индустрии. А кто считает иначе, просто не сперва не добился. Видео, скорее всего, получится непродолжительное, потому что здесь очень много нужно вырезать. В игре практически ничего не происходило. Хули симулятор дачника, которому за 50 уже. Но зато, когда тут что-то происходило, это было настоящим праздником. Шучу, не было полная стой. С вами был Хэпи Вульф. Большое спасибо за просмотр. Пойду отзывы к данной игре, почитаю. Уверен, там много негативных и полных бадхёрта комментов. Очень положительные, кто, блядь, пишет эти отзывы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова